Дача Дача Нужно уделять внимание мелочам Пойдемте, посмотрим на них После первого этапа Впереди Марина Она получила за презентацию на один балл больше Разрыв минимальный И говорить о заявке на победу пока рано Главная битва героиням еще предстоит Мы вот видим одинокое яблоко Доржественное Мы его бережем, холем и лелеем Потом, наверное, устроим праздник урожая Тогда он окончательно Еще нашествие муравьев Конечно, это бич По-моему Какой ущерб приносят муравьи вам? Они меня бесят Не переживается желтая малина Обыкновенная, красная Она разная Какая-то собака пришла чужая, не в вашем роде У нас демократия Я увидел, у вас там плен посаженный Вот этот многолетник Раскинется над вашим участком очень скоро Займет свое место И место под солнцем И тогда этот кусок у вас просто выпадет Никакие цветы там растения будут Кроме там тех, которые могут выжить в полу тени Правда? Да Вот это интересная информация Мое дело сделано Осталось только полить водой И я умываю руки Я устал, я упажу В нашей программе Дачной битвы Нашего пятиборья Второй этап Это, конечно же, знакомство с садом Что для вас сад? Сад Это плодовые деревья С яблоками И мы взяли и посадили Несколько сортов яблонь Одну грушу Вот груша чижевская Колоновидные яблони И сливу Но, честно говоря, как-то Любовь, видимо, не заладилась Потому что что-то постоянно Какая-то нечисть Атакует наш сад Вот то ржавчина То еще какая-то напасть Вот на одной скончавшейся яблони Растет горох Временно Ну, тоже своеобразный такой подход А кто вот здесь болеет Страдает за нами? Это бедная слива По-моему, она отстрадалась Может быть, конечно, она И все-таки продолжит свое существование Но вообще слива крепкое дерево Главное, чтобы не закрепиться Еще нашествие муравьев Конечно, это бич По-моему Ну, это наша в участке Какой ущерб приносят муравьи вам? Они меня бесят Меня тоже многие бесят Но не знаете, что я должен На самом деле Они просто везде И они забираются И разводят тлю Забираются на листья И, соответственно Как-то они вредят, по-моему Я понял, что муравьи вам не любы Не любы Поэтому вы сделали что? Мы прикрепили на все деревья Ловчие пояса Тем самым приостановили Движение к листве Кладбище на стволе деревьев Кладбище Ну, муравьи, к сожалению Они везде И на огороде Плодовый сад Это не всегда деревья Но и кустарники Что здесь представлено у вас? С чего тут можно у вас Полакомиться? Да Понесть тебе счастье Вот, с удовольствием У нас растет несколько кустов Черноплодный смородин Нет, черный Черноплодная рябина Это вот за вами А там черная смородина Ага, путайтесь в показаниях Ага Собрали уже, правда, урожай Вот буквально Я вам могу представить Вы как только услышали Что к вам едет Снимочная группа Сразу и собрали Да Вот красная, белая Черная смородина Но для вас Оставили специально Два куста Крыжовника Очень вкусный И прямо вот уже Почти готов Спасибо вам Да Еще есть два куста калины Так За домом есть ирга Так Все плодоносящее Мы используем Компоты, варенье, заготовки И И наливочки Вот Ну я думаю, что ж где Баня, а где тут это Что такое варенье В бане варенье что-то есть? Ну, в бане нет Поэтому пока еще наливок нет Но теоретически раньше мы делали Что вы еще хотели бы посадить В своем саду? Вот чего вам не хватает Лично для счастья полного? Или преисполненного Я не знаю В принципе, меня все устраивает В этих деревьях Но я хотела бы, конечно Восстановить те, которые погибли Досадить еще пару Выносливых сортов яблонь Любите досаждать? Да Досаживать, пересаживать Да, это мы любим Ага Ну, я познакомился с вашим садом Надеюсь, поняли всю его суть И наши зрители Я удаляюсь на тайное свое голосование Хорошо Сад у Ольги совсем молодой Он только начинает радовать хозяев плодами Что противопоставит ему вторая полуфиналистка? Отправляемся к Марине Анциферовой Проверим ее садовые угодья Второй этап нашего пятиборья Это сад Знакомьтесь с ним Рассказывайте, что у вас растет И самое главное Что уже поспевает Мне это особенно интересно Ну, наверное, самая большая часть Наваршава сада Это яблонь Штрейфлинг Прекрасный старинный сорт Который в народе Прозывается просто штрейфель Ну, в этом году Год не очень урожайный Мы вот видим одинокое яблоко Торжественное Мы его бережем, холим и лелеем Потом, наверное, устроим праздник урожая Когда он окончательно Зарежем яблоко Зарезаем, да Вот совсем рядом-рядом Это у нас коричная Полосатая Да Очень ароматная, особенно в варенье Я сейчас, честно сказать, не помню Сколько у нас осталось деревьев Но я могу сказать, что история нашего сада Она тоже очень давняя Но я вижу это по деревьям Потому что объем ствола Толщина Она говорит о том, что этим деревьям далеко За сорок, а то и полвека За сорок В тот 80-й год счастливый Было посажено 32 яблоня Ну, огромное количество Это, правда, был настоящий Настоящий яблоневый сад Понятное дело, что когда год урожайный То мы все время думали Закапываетесь Тогда был колхозный рынок Это было нормально и принято И бабушка с огромными корзинами яблок Выезжала на рынок И делилась, так сказать, с народом За сущие копейки Дарами вашего сада Сейчас яблонь гораздо меньше Потому что мы, правда, не справлялись С таким объемом урожая Но, тем не менее, все равно Они есть Когда урожай яблок, это большая проблема Куда их деть? Мы, правда, реально собираем сумки Выставляем на дорогу И люди с благодарностью, я надеюсь Забирают эти пакеты и поглощают Что мы делаем с яблоками? Вот, мне всегда хочется сразу к рецептам перейти Может, у вас есть какие-то, знаете, семейные тайны? Компоты Больше всего идут компоты Причем мама, опять же, когда их закрывает Она все время экспериментирует У нее прям настоящий компот То есть там не бывает чистых яблок Обязательно яблоко с малинкой Яблоко со смородинкой С грыжовником Это все у нас есть в сети Да-да-да, вот как раз уже переходим К тому, что помимо яблоневого сада У вас есть еще и другие Фруктовые Фруктовые Еще есть несколько деревьев Сливы Ну это так, баловство Вот просто к столу Немножечко побаловать себя Или побаловать Побаловать Тер Ну тоже слива Терн очень хорошо идет на самом деле Как раз те самые компоты Потому что пока терн дозреет У него уже шкурочка вяжет И как бы не очень это просто в таком виде А в компотах очень здорово идет У нас есть калина Да, я заметил калиновое дерево Прямо С такими дарами ягод в этом году Я увидел у вас на участке Самую лучшую Неповрежденную калину В этом сезоне Обычно все ее листья У калины превращаются В сеточку Потому что поедают Поедают Да, поедают У нее всевозможные гусеницы А у вас Она такая Рясная Не побоюсь этого слова Она красивая Столько ягод и листьев на ней Просто она потрясающая Хочу вам выразить Свой большой респект Спасибо У нас малина Малина разных сортов И несколько участков У нас малины Да, я просто понимаю Что посадки Правильно организованные Свежие И видимо какие-то сорта Вы посадили Те, что раньше были Не в ходу у вас Правильно? Что там интересного? Может быть какая-то Желтая малина Может быть там Пробовали желтую малину Она что-то у нас Не хочет приживаться Вот это наверное Есть проблем тоже Не приживается желтая малина Обыкновенная, красная Но тоже она Она разная вся Есть Участочек Вот сейчас Уже закончилась Но в принципе До осени Мы собираем эту малину И мне так нравится Что она вот По всему кусту Вот так От верха И до низа Да Какая-то собака Пришла чужая Не ваше вроде У нас демократия Все приходят Все, да Я бы сказал Что это распущенность Ходят по участку Чужие собаки Проверяют Как-то что Интересуются Где бы что съесть Стощить Следующий этап Нашей битвы Это цветник Это цветник Это цветник Так Что мы здесь видим Обоняем И осязаем Мы тут видим Все, что Глазу приятно Все, что душе угодно Мы тут видим И петунью И розу И зайчи Ушки Просто на орудии Космея Это даже Патиссончик Затесался туда Запатиссонился Запатиссончик Тут у меня Даже салатик растет Есть у меня такое Желание Все прикопать Может Не совсем туда Куда надо Но тем не менее Все растет И колосится То есть не отходя от дома Вышел, сорвал и съел Да, вот Слостный сорняк Но очень вкусный в салатах Пожалуйста Печатка средняя Стилярия Она прекрасна Хозяйский подход Что Есть бирочки Вот не в каждом месте Где я подхожу Есть обозначение Того, что там растет Когда спрашиваешь Скажите, а что это? Бабушка подарила Не помню Сейчас вспомню Нет, не помню Ну да Деменция нас всех Конечно ожидает Поэтому подписываю Дальше растет Целый ряд гортензий белых Красивых Вот А хоста Конечно может быть Слишком близковата Но Они по-моему Очень даже неплохо Дружат между собой Чем вы руководствуетесь При выборе растений Ну При покупке Там в торговом центре Или там на рынке На развале Руководствуюсь Во-первых Цветовой гаммой Ну пока Я только в процессе В начале Мне же перенагамить Да, да, да Аромат Лекарственные какие-то Компоненты В частности Там и соп Шалфей Мне нравятся Вот эти растения Я увидел У вас там Клен посаженный Вот этот многолетник Раскинется Над вашим участком Очень скоро Займет свое место И место под солнцем И тогда Этот кусок У вас просто выпадет Никакие цветы там растения Кроме там Тех, которые могут выжить В полу тени Правда? Да Вот это интересная информация Это интересно, да Даже сиренка страдает Этот клен тоже Как-то случайно Из леса к нам Перекочевал Без спроса Ну вот Наверное надо Как-то с ним поговорить Что там По-свойски Вы видите какой прирост годовой Да, да, да Надо же Не хотите расставаться Да, с тем Что вот как-то Прилетело Пустило корни у вас Я знаю, что Конечно Это плохая привычка Что все тащить Из леса И обратно Да, и обратно Но вот Пока мы на такой стадии Садоводчества Что еще Жалеем эту природу Думаете, что Садовод все В конце концов Черствые И с ножом Выходят Порубасить все на корню? Ну, профессионалы Да, как-то Они так селекционируют А мы еще просто Подбираем Жалеем Ничто человеческое Вам не чуждо Да Людей, животных Растений Я оценил ваш цветник И мне кажется Что вот По крайней мере Тот уголок Он требует Взывает К тому, чтобы Здесь посадить Какие-то растения Такие низкорослые Но при этом Они бы давали Какой-то цвет Насыщенность Ну, белая Желтая Чего-то не хватает Да Мне кажется Там нужно посадить Замечательную гейхеру Которая придаст Этому участку Какую-то, знаете Изюминку Которую Да, было бы здорово Рубрика Сад-огород Продолжает раскрывать Секреты Дачного благоустройства Сегодня мы расскажем О том Как украсить Простой цветник С помощью яркого Многолетника Осматривая цветник Нашей участницы программы Участницы битвы Я обратил внимание На вот этот уголок Здесь Сейчас В середине лета Ничего Не цветет Была сирень Увяло Срок пришел Хоризонтемы Будут после А пока Оттенки белого И все Оттенки зеленого Я считаю Что это Несправедливо По отношению К другим растениям Которые Ученые Ботаники Вывезли Из самых разных Уголков Земного шара И вот сегодня Я хотел познакомить Вас Замечательной Гейхерой Это растение Семейства Камнеломковых А название Она получила В честь немецкого Ученого Врача и ботаника Йоганна Гейхера Который родился В 1677 году Растение По своему Образу И подобию Оно Наверное Не имеет себе равных Семейство Но камнеломковые Это уже говорит о том Что обитают Эти представители Растительного мира В местах Где Другие Практически Поселиться Не могут Это экстремальные Места обитания Вот например Камнеломка Кроваво-красная Встречалась Мне даже В Гранд Каньоне В штате Аризона В Америке И прекрасно На себя чувствовала Там где На выжженных Камнях Практически Ничего больше Расти не может Поэтому Зная места Произрастания Растений Можем предположить Какие условия В наших Подмосковных Цветниках Мы можем создать Для них Идеальные Ну или по крайней мере Приближенные К идеальным Ведь такого Теплого лета Как в Аризоне У нас в Москве Не дождешься А растения Эти должны расти И радовать нас Своим цветом В течение Достаточно Долгого времени Причем Не только Это декоративно Лиственные растения Я не знаю Как вот Другие Ландшафтные дизайнеры Посмотрят на Цветы гейхера Но мне кажется Что они Придают Такую легкую Сиреневую дымку Особенно У этого сорта И она может Принести Такую Легкость Цветник Да и само по себе Окраска листьев Посмотрите Особенно нижняя Что может сравниться С этим Неприхотливым растением Которое может Расти на одном месте Многие годы Это многолетние Вот еще один Цветовой Оттенок Той же гейхеры Нижний Нижняя поверхность Листья Посмотрите Багряна такая Красная А верхняя поверхность Листья С серебристым оттенком Который будет Гармонировать Прекрасно С другими Излаковыми Которые здесь Растут За посадку Первое Что мы Делаем Это мы должны Найти место Для гейхера Который Никогда Не будет Подтопляться Водой Для нее Застой воды У корней Будет Пожалуй Смертельно Поэтому Подготавливая Место для посадки Мы делаем его С таким учетом Что если У вас На участке Высокое Стояние Грунтовых вод Особенно В месте Посадки Мы должны Будем сделать С вами Очень мощный Дренаж До 15 Там Сантиметров Толщины Мы можем Заложить сюда Либо бибитый кирпич Либо Керамзитовый Дренаж Либо Песочек Непромытый Крупный Речной Тоже хорошо Подойдет В качестве Дренажа Для того Чтобы посадить Растение Много сил Тратить не надо Корневая система У многих Представителей Семейства Комнеломковые Находится на поверхности Поэтому После укладки Дренажа На дно Мы выкапываем Это у нас побольше Это у нас поменьше Ага Две посадочные Ямы Аккуратно Вынимаем Гейхеру Номер два Осматриваем корни Для того Чтобы не пропустить Страшных вредителей Типа слизней Этот ком Здоров Жив Сама гейхера Меня радует Своим Цветом Не заглубляя ее Не обязательно Растение разворачивает Прямо к солнцу Оно прекрасно Адаптируется Развернется Так как ему Это будет нужно А вот с сорняками Которые растут вокруг Придется все-таки Бороться Особенно на тот момент Пока гейхера Прирастается Приживается Здесь Ну-ка Сюда красотка И действительно Вот Если мы расположим Гейхеру Немножко под наклоном Она будет лучше Смотреться Уже в первый же День после посадки Ну и конечно Без удобрений Не обольчись Я воспользуюсь Грунтом Который содержит Все необходимые Питательные вещества Для растений И торфяная Составляющая Этого грунта Тоже будет служить Своеобразным Мульчирующим слоем На поверхности Но мне Это нравится Не знаю Понравится ли это хозяйке Но мое дело сделано Осталось только Полить водой И я умываю руки Я устал Я ухожу Для семьи Саенко Завершился следующий этап Сад и цветник Мне очень понравилось Что тут подошли С большим интересом К выбору культур Здесь и земляника Здесь и малина Здесь и всевозможные Другие культуры Которые всегда пользуются спросом Не только у владельцев участка Но и у гостей Которые приезжают сюда отдыхать За сад Я ставлю Семье Саенко 8 баллов А что касается цветника Здесь бы я подошел Более творчески К решению данной задачи Отдельные цветники Вот фрагментами Разбросаны по всему участку Они не объединены Какой-то общей идеей А я бы подошел здесь Несколько вот знаете С такой схитрецой Я бы эти отдельные участки цветника Объединил в какую-то особую фигуру Может быть Здесь найдут место Самые разные оттенки Одного цвета Допустим Белого, розового Или красного Как говорится Хозяйке еще Предстоит подумать О том Как благоустроить свой цветник Но он цветет Он радует Он красивый А это значит Что хозяйка Получит свои достойные 8 баллов Итого За сад и цветник Семья Саенко Получает 8 и 8 баллов В итоге 16 Кто что ест Отталкиваемся От предпочтений семьи То есть Они сажают то Что кто-то не любит Поэтому Дочь любит Там кинзу Лук Грядка тебе Пожалуйста Муж любит зелень Вот тебе рукола Там укроп Но это вот уже приходит С опытом Собираю по крупице информации Смотрю блоги Садоводов Хоть какие-то знания Набираю себе В копилку Потому что Изначально их не было Мне бы хотелось Конечно Сформировать уже Более красивую И правильную клумбу Ну по крайней мере Вот цветочный Вот этот участок Потом разобраться С деревьями Плодовыми И понять Почему же С ними не совсем Там ладится Ну и Привести все Что не достроено До состояния Уже окончательной Стройки Так скажем До чего руки не доходили Чтобы они туда дошли Итак Следующая наша дисциплина Цветник В котором мы находимся Прямо из цветника Наш репортаж Из цветника Знакомьтесь Со всеми Видами И сортами растений Которые здесь растут И почему они здесь собрались Сегодня Сейчас Георгины Так Бархатцы Флоксы Флоксы Шпажник Ну а второе название Глодиолусы О я не знала Что Глодиолусы Называется шпажником И кошачья мята Кошачья мята Да Что здесь еще Ну пожалуй Что наверное Из цветущих Сейчас все Вообще Это такой Многоуровневый Многосезонный цветник Здесь много-много Всяких разных растений Многие сейчас Отказываются От использования Таких растений Как тот же Глодиолус Да От тех же Лилий Марокос Однолетники Да Приехали в магазин Да Либо многолетники Типа хвойников Посадили Забыли Красивенько Зелененько И все Вы почему-то Продолжаете с этим Воландаться Ну потому что Красиво Потому что Это разнообразие Ну потому что Это удовольствие Эстетическое Душевное Какое угодно Мне нравится Ваш эклектичный подход Вот вы знаете Среди Рос Укроп Да Слушайте А кто же поспорит Ну это же тоже Ну это же Ну это же цветы А знаете Как они красиво В букете смотрятся Ах вот Да Как я уже рассказывала Иногда На меня нападает И я начинаю Какие-то букетики Собирать И выкладывать Кто на вас нападает На меня На них Тля иногда нападает На меня Сложно напасть Кому-то Не было Я сильная девочка Укроп Да Укроп чую Мята с укропом Наверное Это будет бомба Что у вас еще Из цветов Такого Чем вы гордитесь Окиньте взором Просторы Как же я не обратил Внимание на Большое количество хост Вот Я только хотела Сказать хосты Мне что-то так нравится Хосты Вот именно мне Потому что у меня Рабочий график Напряженный День ненормированный И честно сказать Вот так По-серьезному Ухаживать за цветами Ну чтобы не было Ни укропа Никаких соринок Ни крапивков Тут чтобы не возрастало Времени мало А хосты Они такие вот выросли Отцвели Своими колокольчиками Красивыми И все здорово И замечательно Там еще кустик Лилейников Да у вас Лилейник очень красивый Но с лилейником Такая история Вот у нас Много же Клумбочек По всему участку Раскидано И у нас Собака любит На лилейнике Возлежать Разлежать Прохладненько И она подавила нам Лилейнику У нас Три наверное Вида Более желтый С пятнышками С оранжевеньками И совсем оранжевый И вот этот оранжевый Самый ароматный Она Своим мощным телом Мы еще иногда Нашу дуру ваниль Называем скамейкой Вот эта вот скамейка Ложится На наш лилейник Собака подавила нам жизнь Вот то что касается цветов Все Полный хаос Полный хаос Как любит мой муж Он говорит Наша жизнь это хаос Вот Цветник Хаосмикс Хаосмикс Да Мы сегодня Даем новое название Ваш миксбордер Это хаосмикс Хаосмикс Двигаемся дальше Двигаемся дальше Вот и закончилась Презентация Сада и цветника Для Марины Анциферовой Сад здесь тоже с историей Яблони Которые здесь поселились Еще с 80-го года Уже уходят в прошлое Здесь посажены И новые сорта Однако За старыми Плодовыми деревьями Нужно очень тщательно Ухаживать Иначе Они приобретают Совершенно Неказистый вид Часто болеют И урожай от них Практически не дождешься За сад Я поставлю Марине 7 баллов Я думаю Что вы со мной Согласитесь Что касается Цветника Семьи Анциферовых Здесь все Живет своей жизнью И казалось бы Никакой тут Логики и структуры нет Может быть Логики и нет Но вот хозяева Преследовали своей целью Показать все Разнообразие растений Которые ими Любимы Итого За цветник Я ставлю Семьи Анциферовых 8 баллов Сад 7 Цветник 8 Итого 15 баллов После трех этапов Дачного пятиборья Ольга и Марина Заработали равное Количество очков А это значит Что вопрос Кто же лидер В этом полуфинале Решится в последнем соревновательном дне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok